Привет! У каждого в телефоне есть какие-либо приложения, которые вы бы хотели удалить по разным причинам. Засоряет память телефона, вы ими попросту не пользуетесь, бесит иконка этого приложения в меню, причин может быть огромное количество. Однако, не все приложения могут быть отключаемы. К примеру, в смартфонах Xiaomi есть такое приложение GetApps. Это что-то по типу встроенного магазина приложений. Но лично я не видел человека, который бы не только пользовался этим, но хоть раз запускал это приложение вообще. Так вот, данное приложение не отключаемо. Его нельзя отключить ни через настройки MIUI, ни через стоковое. Рут права ради таких дел получать не очень хочется. Перепрошивку делать также не хочется из-за того, что не хочется терять данные. Архивировать все данные попросту для меня утомительно. Но есть такая программа под названием System App Remover, которая позволяет удалить почти любое системное приложение. Также хочу заявить о том, что вся ответственность за устройство и действия, которые вы будете совершать, лежит только на вас. И раз уж такая тема видео, то я хочу порекомендовать канал Поясни за мобилу. На данном канале вы найдете обзоры различных гаджетов и прошивок, сравнения и какие-либо мнения. Кому интересно его творчество, загляните и поддержите автора. Ну а мы начинаем. Перед началом запуска программы вам необходимо установить драйвера ADB, которые лежат в папке с программой. Также вы должны зайти в настройки вашего телефона, зайти в пункт для разработчиков и включить отладку USB. После того, как вы все это сделали, подключаете телефон к компьютеру и запускаете эту программу. В телефоне появится окно запроса на включение отладки для этого компьютера. Вы даете согласие. Интерфейс программы очень простой. В поле устройства есть список из пяти марок телефонов. Под каждую марку формируется разный список приложений, которые можно удалить, не принося вреда системе. Выбирайте приложение списки и оно появляется в списке внизу. Чтобы обнулить список выбранного, нажмите очистить выбранное. Все очень просто. После того, как вы выбрали, что удалять, жмите на кнопку удалить. И через некоторое время данные приложения удаляются везде и полностью. Даже если вы сделаете сброс настроек, вы не увидите данных приложений вновь. Теперь давайте я расскажу, как это все работает. Помните, я вам говорил, что перед началом всех этих действий нужно установить ADB драйвера? Так вот, эта программа является интерфейсом для упрощения работы с программой ADB. Вы запускаете данную программу, она скрытно запускает консоль ADB для дальнейшей работы. А в системе Android для каждого приложения есть имя пакета, с помощью которого можно идентифицировать ту или иное приложение в системе. То есть удаление приложения в этой программе происходит через команду ADB – adb shellpmuninstall. И после команды указывается имя пакета приложения. Также можно удалять через программу ADB AppControl. А если кому не лень, можете вообще перепрошить свое устройство на кастом. Способов есть огромное количество, а каким способом пользоваться и, как будет удобнее, решать лично вам. А на этом все. Надеюсь, он вам помог и было интересно. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал. До новых встреч!